Вячеслав, ну все-таки эмоции под сегодняшнего матча, впечатления? Отличные, отлично, хорошо провели матч, поиграли. И самое главное, что этот матч был благотворительный. Я думаю, что зрители получили хорошие эмоции от этого матча. Приехали многие знаменитости, игроки мирового класса, которые закончили, продолжают играть. Я очень им благодарен, и матч был очень здорово организован. Я уже в шестом матче участвую, думаю, что это самый крутой, потому что он проходил в Воскресенске. Скажите, Стива Айзерман не приглашали? Нет, я, ну, так получилось, что я приглашал ребят, с кем когда-то я играл. С Димой Калининым, Максимом Афиногеновым, в Баффало, с Фетисовым. Я играл в Детройте, с Титовым, с Каменским, в Химике. Вот, поэтому так получилось, что я со всеми выходил по чуть-чуть в звеньях. С Андреем Квартальным вообще начинал здесь свою карьеру в Воскресенске. Химик, вот, с Юрой Буцаевым тоже в Атланте я был. Поэтому мне очень понравилось, я очень благодарен ребятам. Груслав, вы были самым молодым в юношеской команде, химикой, самым молодым в молодежном, химике. Первую игру сыграли неполные 16 лет, 15. Каково это, столько оставаться в форме? Секреты? Секреты? Ну, наверное, гены. Вот, у меня папа играл в хоккей. А вообще, я думаю, это любовь к хоккею. Вот, она эта любовь давала мне силы на долгие годы. И, конечно, поддержка семьи. Вот, это моя жена и мои дети вдохновляли меня на... Мне хотелось, что родился один ребенок, чтобы он увидел, как я играю. Вот, и потом все шло-шло. Спасибо им за поддержку. Вот, что они были со мной и в тяжелые моменты, ну, и, конечно, в моменты побед. Когда вы ходили сегодня на лед, какие-то воспоминания вы находили? Ну, мне всегда приятно приезжать сюда. Вот, я здесь вырос. Я помню, льда мало было, вот, во дворце, поэтому... Вот здесь, где сейчас новый стадион будет, там коробка, дальняя коробка. И это самый незабываемый хоккей на открытом воздухе был. Анатолий Иванович заливал площадку для вас специально еще перед тем, как ходить в школу. Пару слов об этом. Помните? Да, это... Я как раз посетил этот дом, где я начинал первые шаги. Вот, и очень благодарен своим родителям, что отдали меня, привели в хоккей. Вот, первые шаги я начал именно на валенках, во дворе своего дома. Удалось пообщаться с Вячеславом Фетисом, он говорил о том, что вы действительно настоящий выдающийся человек. А помните первый матч, когда вы вышли с ним на одной площадке? Да, я жил с ним в одном номере еще. Но когда... Когда славу повиняли, это было... Это было событие. Потому что это величина, которая... Ну, выиграл все в России и выиграл все в НХЛ. Вот, поэтому всегда только теплое воспоминание о тех годах. И, наверное, это самый лучший хоккей в моем исполнении. И вообще, когда мы играли русской пятеркой, это были незабываемые моменты. Я очень многим научился там. Очень много они меня научили, как и в хоккее, как и в бытовом плане. Вот, к сожалению, не все. Игорь не смог приехать, Сергей написал, извинился. Но, может быть, когда-то мы еще сыграем. За океаном из четыре Козловых, давайте назовем это так, остался еще Вячеслав на месте. Владислав. Владислав на месте, прошу прощения. Влад здорово отыграл прошлый сезон. Думаю, что будет прогрессировать. Хоть он окреп, и на него рассчитывают в тампе. Я рад за него. Он отличный игрок и отличный, я скажу, человек. Вот поэтому у него все впереди. Рад, что он попал на Кубок мира. Многие, конечно, сомневались, но иногда надо давать аванс молодым. Вот, чтобы они росли и чувствовали, что о них помнят здесь. Скажите, все-таки, какой для вас в жизни матч был самый главный? Не могу сказать. Это очень сложный вопрос. Многие матчи были тяжелыми. Многие матчи разочаровывали. Многие приносили радость. Ну, наверное, особняком встает первый Кубок Стэнли. Потому что город шумел. 42 года или сколько-то там не могли выиграть. И мы все-таки выиграли. И после того, как русских критиковали, там, в принципе, русские ввезли большую лепту в эту победу. Вот этот, наверное, финал стоит особняком. Еще вопрос. Как вам наши болельщики сейчас? Вот вы вошли. Реакция. Это самые-самые крутые болельщики. Я сказал, что это шестой матч от чистого сердца. И были возможности провести в Москве. Но очень рад, что в Воскресенске провели. Болельщики заслужили. Заслужили, чтобы этот матч прошел здесь. И что, как я уже говорил, большое спасибо ребятам, что окликнулись. Потому что вы сами понимаете, у кого политика, у кого там какие-то еще дела. Сложно было организовать все. Но Илья Ковальчук, большое спасибо. Думаю, что это он был инициатором провести матч. Именно проводить меня. Вот мы долгое время играли с ним в Атланте. Поэтому все прошло замечательно. Всем большое спасибо.